Многие думают, что Абрао и Дюрсо это одно и то же, но на самом деле нет. Есть какие-то тут места, в которых, что называется, вот про них не знают туристы? Имею возможность сегодня рассказать вам максимально подробно. Что там есть такое интересненькое, интересненькое, чего сразу не показывать? Конечно, здесь мест в этом плане полно. Слава богу, про него теперь стали рассказывать. Друзья, привет! Мы решили продолжить нашу прошлогоднюю серию эфиров, интересные места в Близи Новороссийске. Точнее, в прошлом году мы снимали в основном Новороссийск. Чуть-чуть выезжали, но у нас было в планах снять вот это место. А это, думаю, что почти всем известное название. Это село Абрао. Здесь совсем в нескольких шагах уже тот самый завод Абрао-Дюрсо, который на Новый год вспоминают все однозначно, потому что один из вариантов купить шампанское. Я буду шампанское. У вас Абрао-Дюрсо есть? Никита, он знает очень хорошо. Давай, где мы стоим? Мы, кстати, заехали какими-то такими странными, нетуристическими точно тропками, какой-то дорогой, и вот попали на такую вот смотровую площадку на озеро. В свое время я работал экскурсоводом в Абрао-Дюрсо, поэтому имею возможность сегодня рассказать вам максимально подробно. Сейчас мы находимся в Абрао. Ты мне извини, я думал, это золотое. Смотрите, как видно, как будто бы прям золото, а это скалы. Вот там вот где храм. Кстати, а что за храм? Это храм Ксении Петербургской. Мы, в принципе, я думаю, будем идти в ту сторону. Может, даже успеем дойти и показать, и рассказать. Извини, что перебил. Да, да. Мы находимся в Абрао-Дюрсо. Многие думают, что Абрао-Дюрсо это одно и то же, но на самом деле нет. Мы в Абрао. А Дюрсо в 7 километрах, если мы поедем вдоль озера, и поедем в сторону моря, вот там мы как раз-таки окажемся, где открытое море и пляж там крутой. Там получается два таких среза. В общем, с одной стороны скалы и с другой стороны скалы. Я бы дополнил, если вы хотите такой более-менее камерный отдых, не тот, который в Новороссийске, и, конечно же, не тот, который в Анапе и в Сочи, то вот в Дюрсо, особенно, ну, скажем так, не в самый сезон, а или в начале, или в конце, например, в бархтный сезон, это очень хорошее место. Ну и, конечно же, вне сезон, там пара-тройка отелей работает вне сезон. Я там отдыхал, там такая тишина, благодать, почти никого нет. И действительно, как сказал Никита, и слева, и справа горы. На одну из них я забрался и чуть не потерялся. Ну, а я думаю, что многие сразу, когда приезжают в Абрау и Дюрсо, замечают вот эту полосу. Какие догадки могут быть вот по поводу этой полосы у тебя? Ну, слушай, версии 3. Учитывая, что там вот что-то зелененькое высажено, это значит рукотворное. А может быть что-то стихийное. Был пожар там, не знаю, потом что-то высадили. Ну, либо, не знаю, много-много лет назад вода стояла так высоко, и, соответственно, там проходила береговая линия. Больше версии у меня нет. Хорошо. Знакома фамилия Горбачев? Конечно. Михаил Сергеевич, ему 91 год. Вот именно. Развалил нашу страну, извините. Да, бывает. Собственно говоря, раньше здесь, вокруг озера, были виноградники. И вот эта полоса, она не была исключением. Если мы посмотрим вот туда, мы можем увидеть такие пятна. Там, с той стороны, с левой стороны, ну и, соответственно, вот здесь. Вот как раз-таки до сухого закона здесь росли виноградники, а потом, ну, сами знаете, что случилось. Сказали, все виноградники... В 86-й год, да. Да, все виноградники убрать, и их, соответственно, выкорчевывали. Горбачевская антиалкогольная компания чрезвычайно негативно отразилась на винодельческой отрасли и ее сырьевой базе в виноградарстве. В это время было вырублено много виноградников на юге России. Самая большая потеря заключалась в том, что были уничтожены уникальные коллекционные сорта винограда. Например, был полностью уничтожен сорт винограда Экимкара, компонент знаменитого в советские годы вина Черный Доктор. В результате антиалкогольной компании Горбачева цены на спиртные напитки выросли на 45%, был нанесен урон винодельческой отрасли, а из магазинов практически исчез сахар. Вместе с этим увеличилась продолжительность жизни населения и снизилась преступность. Сам Горбачев много лет спустя признал антиалкогольную компанию в том виде, в каком она проводилась ошибкой. Ну, не хотим же мы горы лысыми оставлять. Зачем нам плеш на горах? Поэтому мы взяли и засадили его елями. И теперь вот они круглый год и зимой, и летом одним цветом такие замечательные и красивые. Я советую сюда еще приехать в октябре, в сентябре и, может быть, даже в ноябре, когда листья все красные, желтые, зеленые, там, ну, в общем-то, разных цветов. И полоса это, ну, в общем-то говоря, одним и тем же цветом. А высаживали ее... Ну, что похоже, кстати, скажи, пожалуйста. В смысле? Ряды какие-то. Ряды какие-то. Ну, не знаю там. Ну, форма какая напоминает что-нибудь, нет? Змея-крокодил. Вот, змея-крокодил. Но на самом деле высаживали в форме бутылки. Получилось как разобрать. А, бутылка. Ну, тут же все с бутылками. На той стороне есть фонтан в виде бутылки. Да, ну, я думаю, мы туда уже, наверное, пойдем. Да, я бы хотел что добавить. Поскольку мы в прошлых наших роликах, и я рекомендую посмотреть, говорили в том числе о героическом прошлом Новороссийска, поскольку это город-герой и малая земля, и все, что связано с, там, не знаю, как правильно сказать, битвой за Новороссийск, потому что это была оборона и битва, и это мы все рассказывали, посмотрите обязательно. Эта территория была оккупирована. Здесь были фашисты, но, насколько я знаю, вот ты меня поправь, фашисты не добрались до вот этих вот коллекционных шампанских вин, которые были еще с царских времен, с Викторой Дровинией и прочих дел. Или добрались? Я вот расскажу, как это, в принципе, поэтапно случилось. Вообще, кстати, давайте начнем. История Брау Дерсон начинается в 1870 году. То есть 152 года в этом году будет? Да, 152 года уже в этом году будет. И потом, да, действительно, здесь делалось шампанское. Туда ем? Да, можно туда пойти. Здесь делалось шампанское, очень качественное, и, конечно же, коллекционное. Соответственно, были здесь и, там, вина 19 века, и нужно было их как-то спасать. И когда сюда пришли фашисты, чтобы это шампанское не досталось, его взяли, и кто-то из местных жителей бросал бутылки в озеро на сохранение. Потом также взяли, там есть у нас подвал 19 века, он буквально-таки 570 метров в длину, и его взорвали. А мы туда, наверное, пойдем. Там у нас идет ремонт. Подорвали, чтобы ничего не досталось. Штольня такая, наверное, да? А? В горе Штольня? Да, да, да. Вот такой вариант, да? Вот если посмотреть, вот это был самый первый погреб, который был построен, но сейчас это уже магазин. Там можно купить шампанское. И это выход из тоннелей. А если посмотреть на горы, то есть можно увидеть, что здесь у нас поселок, и вот под этим поселком располагается 5,5 километров горных подвалов Абрау-Дюрсо. Вот так. Кстати, мы забыли самое главное. Мы только что по твоей наводке загуглили, и шампанское брюд, ну, точнее, игристое брюд, если правильно говорить, игристое брюд Абрау-Дюрсо, 2018 года, получила золотую медаль на международном конкурсе игристых вин, опередив майот. Вот прям сюда как бы и хорошо вставить эту вставку. На мышку с риска немного. Как шампанское майот? Расскажи, почему затоплено все? Почему затоплено? Смотрите, там вода прямо на берегу. Я сейчас расскажу про то, как затоплено, но давайте вернемся именно к той теме про Великую Отечественную войну. Как я и сказал, что местные жители брали бутылки в бочки и бросали в озеро на сохранение. Там были виноматериалы и прочее. Взрывали подвалы, и вот эти бутылки, они до сих пор там лежат, поэтому, если вы хотите, можете взять, вернуть туда и достать бутылку шампанского, которая у нас еще царских приман. Да ладно, я думаю, давно уже там все аквалангисты обладали. Дело все в том, что озеро само заилилось в свое время, в советские годы, потому что, ну, его немножко нарушили экологию тогда, но сейчас уже все вернули. А там раньше глубина была 30 метров, сейчас глубина озера от 14 метров до 10-11 метров. И вот получается, что это шампанское, оно все в иле лежит. Поэтому, опять же, шансы достать, бутылку есть. И люди доставали. Даже мои знакомые, уже старшее поколение, они его выпивали, оно нормальное, нормальное, потому что свет не попадает, температура воздуха соответствующая, 13 градусов, ну и можно пить совершенно спокойно. А тут потоп. Да, тут потоп. Я помню, год назад здесь гулял, а тут сейчас утки плавают. Прям по парку плавают утки. Они, наверное, там яйца откладывают, в эти, как его называют, в елках. Почему потоп-то? Я не знаю, что они там откладывают, но дело все в том, что у нас вообще, наверное, лет 5 назад было довольно-таки, засуха была. И воды не хватало. То есть озеро, наоборот, опускалось, а в последние 3 года, ну, в принципе, каждую зиму, довольно-таки хорошее количество осадков. Это хорошо, в принципе, для Новороссийска, потому что там Неберджаевское водохранилище наливается. Ну и получилось так, что дождей очень много, осадков много, и просто-напросто озеро вышло из берегов. А как это влияет, ничего плохого, в принципе, не происходит. Ну, то есть это красиво, людям нравится, ну и, соответственно, в прошлом году точно такое же было, но, правда, если я не ошибаюсь, в марте уже вода вся сошла. А сейчас у нас 20 апреля, вот у нас тут цветут тюльпаны, тогда мне объясни, а оно что, никуда не вытекает? Да, оно никуда не вытекает. Вообще, кстати, Абрау-Дюрсо, я не знаю, почему не спросили, как это переводится. Ну, вот там наши зрители, наверное, уже спросили. Абрау-Дюрсо в переводе с древней адыгского провал в четырех источников. Ну, кто-то говорит с тюркского, там, из других языков. Ну, собственно говоря, провал в четырех источников. Это официальная версия. Получается, что озеро питается четырьмя источниками. И все эти источники, они, три источника из-под земли идут, и один это озеро, точнее, река Абрау. Но она настолько мелководная, и там, ну, так скажем, речка узенькая. Не буду говорить плохие слова. Переплюйка. Понятно. Да, там построили дамбу, но сейчас, в принципе, она как бы не подпитывается. Вода никуда не уходит, только из-под земли вот приходит. А я правильно понимаю, что вот это здание завода, оно вот сохранилось со времен, там, что здесь еще царских, потому что архитектура. Или это уже сталинский вариант? Нет, это уже советские годы. Это именно советский завод. Он до сих пор функционирует. А вот царский завод, он у нас располагается на Александровской площади. Это туда выше, где начинается экскурсия, да? Да, да, там, где начинается экскурсия. Там оно как раз-таки из камня дикаря построено. Ну, и сейчас это, там, центр винного туризма. Туда можно пойти, там, на всякие выставки, там, всякие мероприятия проходят, там, и политические, ну, короче, все-все-все, все, что можно только придумать. А можно я чуть-чуть, это, буду таким наивным юношей? Я просто, как его называют, ну, после зимы московской очень хочется вот как-то сказать оператору, сфотографируй меня с цветочками. Они просто большие. Я очень люблю большие тюльпаны, потому что я родился в городе Алмата, а у нас там тюльпанов много. Естественно, это юг, и тюльпаны были в советских времен. И, кстати, по поводу тюльпанов у меня было очень сильное впечатление, когда я приехал в Москву, увидел в очередной 8 марта, что продают тюльпаны с резинками. А у нас считалось это кидалово. То есть, если ты обнаружил эту резинку, когда ты купил, например, букет, неважно, для кого, для девушки или для мамы, то это, ну, фактически было мошенничество. А я так увидел эти резинки, говорю, а что это у вас резинки? Они говорят, ну, это нормально, чтобы они не распускались. То есть, вот оказалось, что в Москве продавать тюльпаны с резинками было вполне себе, что называется, в правилах. Но это, извините, что я отвлекся. Кстати, там вот не видно, но за нашей спиной, я не знаю, что это за павильон, он такой квадратненький, и на нем такие кругляшки, кружочки. Вот. И ночью они светятся, подсвечиваются, как пузырики. Я сначала не мог понять, при чем здесь вот эти вот, как бы, кружочки. А потом мне дети объяснили, потому что я здесь был с детьми, они мне объяснили, что это, это как бы шампанское. А давайте дзынькнем. Но тут какая-то скульптура всем влюбленным. Почему? Вряд ли. В общем, в Абрау весело, я смотрю. Ой. Вот такая любовная штука. Да, это место, где фотографируется каждый приезжий. Ну и летом здесь... А парочки сюда приезжают? Конечно. Я им даю из Новороссийска. Конечно. Но если взять, вот я опять же, я сюда приезжаю, наверное, ну крайне часто, и здесь очень много всяких фестивалей, связанные с едой, с шампанским, там, с чем угодно, концерты различные. Поэтому, особенно летом, это прям очень популярное место. И вот по поводу там цветов сказали, но на самом деле в этом году очень холодно и непонятно почему. 20 апреля мы ходим вот в таких куртках. Ну, это, так скажем, катаклизм. Обычно у вас это уже почти лето? Ну, да, да. Опять же, в принципе, да. То есть, может быть, такое, что у нас и в феврале, как я говорил, еще тогда, в прошлом году, летом, что можно походить прям в теплой кофте. В принципе, так оно и было. А потом начались какие-то заморозки. А по поводу вот этого здания был знакомый, который приезжает, и он говорит, что, вот здесь сыр делают? И я ему сказал... Да, там делают сыр, потому что на экскурсиях это показывали, да? Да, но не здесь. Здесь у нас стоят акратофоры, в которых готовится резервуарное шампанское. Какое ты назвал слово? Акратофоры? Акратофоры. Это что такое? Это емкости, в которых приготовляется шампанское, не классическим методом производства, а по технологии шарма. Это итальянский метод. И там 60 тысяч литров одна бочка. Ну, и там за 3 месяца шампанское приготовляется. В России метод шарма был усовершенствован в конце 1920-х годов известным химиком шампанистом Антоном Михайловичем Фроловым-Багреевым. Он разработал собственный метод ускоренной шампанизации в емкостях большого размера и усовершенствовал оборудование. Это повысило качество напитка и сделало конечный продукт доступнее для народа. Аппарат для производства игристых вин сегодня известен во всем мире под названием акратофор системы Фролова-Багреева. А ты мне можешь объяснить, что это за дырочки были? Это что мы прошли? Это фонтан? Это так называемый сухой фонтан, что ли? А, он не сухой, он, я так понимаю, прямо бьет и тут, наверное, периодически, да, и там дети резвятся летом, чтобы хамлило. Конечно, да, он светится, там играет музыка здесь, стоят паровозики, но, собственно говоря, летом, когда сезон начинается и он совсем скоро уже опять начнет полностью функционировать, тут будет весело, круто, красиво. И много народу. Да, да, да. Но на самом деле я тебя перебил на теме вот этой вот, как это, можно сказать, современной, ускоренной технологии приготовления шампанских вин. Мне из какого-то далекого детства, я не помню где, но, может быть, в новом свете говорили, что это чуть ли не изобрел Анастас Микоян, ну, или, по крайней мере, в его время. Он там поставил задачу, когда, так сказать, репрессированное шампанское вино, а почему оно было репрессировано? Потому что это считалось шампанское богатеев, да, и в Советской России, и так далее, в Советском Союзе считалось, как бы, это пить не надо. И потом оказалось, что нет, мы обеспечим всех рабочих, в том числе, шампанских вином, и вот у нас даже рабочие будут пить шампанское, они там богатеи, дворяне, и прочее, и прочее. Вот он придумал технологию, оказывается, это придумали итальянцы, да, мы просто ее использовали. Да, называется это технология Шерма, здесь это придумал другой человек, и также было сказано, это даже один из слоганов, шампанское для народа, которое в советское время очень часто использовалось. Из выступления Анастаса Микояна на заседании Совета при Наркоме пищевой промышленности 1 июля 1936 года. Стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся. А если захотят купить шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское признак материального благополучия, признак зажиточности. А мы до сих пор производим в год 160 тысяч бутылок на всю страну, в то время как Франция производит до 50 миллионов бутылок. В том же 1936 году на заседании Политбюро было принято постановление о производстве советского шампанского, десертных и столовых вин. С этого момента началось широкое производство советского шампанского на имеющихся винодельческих заводах страны и строительство новых производств во всех крупных городах СССР. Вот, кстати, можно посмотреть амфитеатр. Тоже он потоплен, но это даже очень красиво. В прошлом году в начале июня я сюда приезжал в амфитеатр со своими детьми. Здесь был концерт прямо на озере. Вот это вот там дыры, такие штучки. Это фонтаны. Здесь происходит... Что тут происходит? Расскажи. Музыка... Как это правильно называется? Это шоу представления фонтан. В общем-то, говорят, здесь самый большой фонтан, который в Краснодарском крае из естественных источников. То есть там высота его струй достигает порядка 30 метров, 40. То есть сначала там вообще делали 60 метров, но потом решили, что это сильно много и сделали немножко его поменьше. В принципе, каждый год или раз в 2 года, вот я как сейчас смотрю, какая тенденция, постоянно меняется сама там программа. То есть она длится 30 минут под музыку, там проекторы установлены и получается такая красивая картина. Вот здесь люди собираются как раз-таки у этого амфитеатра вдоль озера и смотрят. Я люблю наблюдать на этот фонтан оттуда, издалека, из смотровой площадки. Я так понимаю, самые продвинутые, у кого, во-первых, есть ресурсы, а самое главное время, они здесь арендуют катамаран или лодки. Естественно, заранее сильно, потому что представление начинается, естественно, когда стемнело. В июне месяце это, наверное, часов уже 10, не раньше. А, почему? В 8, в 39, ну, то есть это 2-3 раза вечером она проигрывается. Ну, в общем, вам надо сильно заранее, за несколько часов сесть в эти лодки, потому что потом они просто будут все заняты и они наблюдают за фонтаном, что называется, вблизи, подплывая непосредственно к ним. Я так понимаю, вот там стойка центрального фонтана очень красиво, все подсвечивается, музыка, естественно, ну и людей немало здесь толпится. мне пришлось, я помню, ребенка посадить на плечи. Но, тем не менее, вот этот амфитеатр сделан очень правильно с точки зрения, ну, как бы, все-таки расположить там, я думаю, несколько сотен человек вполне себе реально. Ух ты, как подмыл, а тут прям берег обвалился. в этом году вот такая вот беда произошла, но ее, в принципе, решают. Кстати, могу добавить, что Абрау-Дюрсо, в принципе, это, ну, во-первых, это крутое, знаковое место, это место, которое постоянно, оно как-то развивается, ну, не могу сказать, что расширяется, но хотя, наверное, можно это и так называть, потому что там планируют сделать аллею, я не помню название, какое это, этой аллеи, но, собственно говоря, хотят облагородить место это и чтобы было посмотреть что-то новое. Поэтому, в принципе, почему люди приезжают сюда каждый год отдыхать, ну, не все, конечно, но многие стараются, потому что, когда ты приезжаешь, увидишь что-то новое. Сначала появилась выставка современного искусства, потом появился фонтан, потом появился там еще один фонтан, потом программа поменялась. И, кстати, а, вот, вспомнил, вспомнил, это не только фонтан, там, где струи из воды, но там еще и огонь есть. А, точно, точно, там были вот это файер-шоу, так называемое. Я, я вспомнил, оно там начинается во второй части и так неожиданно, учитывая, что это вода и тут тебе огонь, ну, конечно, все здорово. И, во, еще что я вспомнил, там комментатор рассказывает и, во-первых, по-моему, он постоянно привязывает те или иные, ту или иную музыку, те или иные вот эти вот концертные номера, если можно так сказать, надеюсь, нас слышно, вот, к истории, к истории завода, к истории, естественно, этого села, поселка, Абрау, и это всегда так интересно, потому что там меняются цвета, он постоянно что-то говорит про красное шампанское, белое шампанское. Ух ты, как тут все круто. Я надеюсь, к сезону они это поправят, потому что, конечно же, здесь такой, как это, линия променада. Я знаю, что здесь очень многие любят гулять, потому что впереди у нас, помимо храма, еще, ну, там ресторан, при, как это сказать, при Марине Парусной, потому что, вот если вы посмотрите, вот здесь сейчас как раз мы дошли до припаркованных яхт. Здесь клуб находится, причем, да, он там дальше. для взрослых. Я специально заходил, потому что я хотел там посмотреть, что и возможно, там, поучить своих детей. Там есть детский клуб и могут здесь поучить ваших детей поуправлять не такими, конечно, яхтами, там они такие маленькие, лодочки с парусом, но, в общем, прикольно. Ну, тут, да, если взять отдых и целую неделю, целую неделю отдыха, то здесь можно один день там, другой день там и постоянно будет чем заняться. Мне в этом плане здесь тоже нравится. Хоть я и живу здесь, но я сюда приезжаю и летом, и зимой, и осенью, и весной, когда есть возможность, потому что и красиво, и ночью. Скажи, а вот местные, они, есть какие-то тут места, в которых, что называется, вот про них не знают туристы, приезжие, не знаю, какие-то такие, от которых, не знаю, или шикарный вид, или что там есть такое интересненькое, интересненькое, чего сразу не показывают. Я понял. Конечно. Вот это интеллект. Да. Конечно, здесь мест в этом плане полно. Если мы посмотрим, к примеру, на вот гору, там вот есть такие некоторые проплешины. Но это, в принципе, все знают. Но это место, я не знаю, называют и для туристов. Если в нетуристическое время, это место для влюбленных. Плюс еще дальше можно проехаться. Потом у нас есть еще домик виноградаря, он на горах. Это того самого Виктора Дровиния? Виктора Дровиния, да. Как гласит легенда, ну, не легенда, это действительно так было, он любил рано утром приезжать на винограднике и, соответственно, под рюмку брюта, под бокал, точнее, брюта, любоваться природой, озером, виноградниками, ну, соответственно, и жизнью. Он прям там жил или он туда заезжал? Нет, это домик, это просто домик у виноградников, а он жил в той стороне, где Александровская площадь, там есть его дом. Он прям такой красивый, там даже написано, какого года он построен, и у Виктора Дровини все дети родились здесь, в Абрау-Дюрсо. Ну, а потом, когда началась революция, уже все уехали, и его правнучка, если я не ошибаюсь, лет пять назад приезжала сюда. Здесь, кстати, написано пешие маршруты в Абрау-Дюрсо, то есть, вот, наверное, один из этих маршрутов мы сейчас прошли. Мы просто несколько раз с тобой уже упомянули Виктора Дровини, ты уж расскажи, кто это. Виктор Дровини это французский шампанист, который научил делать шампанское в Абрау-Дюрсо классическим методом производства. Но вообще, в принципе, здесь до него делали шампанское, это был первооткрыватель князь Лев Сергеевич Голицын, он сначала настраивал виноделие в Крыму на Новом Свете, а потом уже приехал сюда и научил делать шампанское, потому что до этого здесь делали только тихие вина. И, кстати, Абрау-Дюрсо испокон веков славится именно красными винами. Ну, если мне не изменяет память, он разорился на этом деле, и ему пришлось обращаться, по-моему, уже к Николаю II, чтобы именно государство выкупило у него часть производства, чтобы это все дело не закрыть и не, как это, ну, вообще не уничтожить, и в итоге государство, и Новый Свет, и Абрау стали владеть именно часть царской семьи, или, по-моему, там, как это в тот момент организовывалось, не помню, но то, что государство тут участвовало, это я помню. Князь Лев Сергеевич Голицын мало интересовался прибылью от продажи своего шампанского, предпочитая раздаривать его. Подобная расточительность оказалась фатальной, он вынужден был взять кредиты, рассчитаться, по которым не смог. Осознав безнадежность ситуации, князь задумался о том, как уберечь взлелейный им винодельческий завод «Новый свет» от раздела кредиторами по частям. И нашел выход, подарил все имение с винзаводами, подвалами, дегустационными залами и уникальной коллекцией императору Николаю II, которому у кредиторов, понятно, претензий не было. В июле 1912 года Голицын торжественно вручил императору ключ от его нового владения. Вообще, Абрао-Дерсо, как это место образовалось? Здесь было царское имение, в принципе. То есть, в 1868 году сюда приехал, сейчас скажу, чешский агроном Франции, Йозеф Вичгейду, он посмотрел на местность, вообще ей сказал, а нет, еще вру, это окружной, в общем-то говоря, военный какой-то приехал, его зовут Дмитрий Васильевич Пеленко, если мне не изменяет память, но Пеленко точно фамилию помню, он посмотрел на местность и, соответственно, сказал, что здесь нужно сделать царское имение, потом сюда приехал Франц Йозеф Вичгейду, это чешский агроном, и уже посмотрел и сказал, что это место, оно идеально подходит для того, чтобы сделать здесь сельское хозяйство. Здесь были икони, здесь было все, но прижился лучше всех виноград, поэтому здесь начали выращивать виноград и уже потом постепенно делать вина. В общем, я так представляю, он приехал, посмотрел, сказал, ляпота. Да, да, да. Красота-то какая, ляпота. Поэтому там у нас есть лестница еще времен царских, там есть дом, ну и, соответственно, место красивое, сюда, ну как это бы, не могло быть царским имением в те годы. На самом деле, уникальность, если вы посмотрите на карту, сразу видна, потому что, во-первых, большое озеро и прямо рядом море. То есть, вот такое уникальное сочетание двух водоемов. Еще занимайтесь спортом. Я поднялся, 50 ступенек и уже дышка. Вот что значит возраст. Это, кстати, одна из смотровых площадок. Я так понимаю, это вот как раз тот храм, который мы вон оттуда видели, оттуда мы стартовали с того конца озера. Да, это храм, повторюсь, Ксении Петербургской. Он был здесь в царские годы, и потом, когда началась революция, конечно же, храм этот убрали, и там уже, вот честно говоря, не совсем помню точную историю, хронологию этого всего, как это все происходило, но в итоге потом, в 90-е годы, стали ее восстанавливать, и вот такая вот церковь здесь образовалась. Ну и опять же, местные жители любят здесь гулять, здесь ходить, ну и опять же, там крещение детей довольно-таки часто. Ну то есть, это популярное место среди туристов и среди местных жителей. Что еще интересно, мы остановились на моменте, вышли сюда, ты недорассказал, что было с Львом Голицыным, с его бизнесом. В общем, это было следующим образом. Слушайте и записывайте. Давайте вкратце пробегусь вообще, как это было. То есть, в 1870 году это основание как раз-таки поселка. Сначала мы делали тихие вины, потом сюда приехал князь Лев Сергеевич Голицын, научил делать шампанское. И потом уже сюда приехал Виктор Дровини, который научил делать шампанское французским методом. Здесь родились дети, все было хорошо, началась революция, он отсюда уехал. И потом мы также делали шампанское классическим методом производства. Их же есть два. Есть то, которое делается в бутылках, есть то, которое делается в больших бочках. И то, и то хорошее, просто, ну, разный метод производства. Более быстрый и дешевый, и более дорогой, ну, так скажем, выдержанный. И, кстати, вот хочу добавить, многие люди думают, что купили они бутылку шампанского, поставили ее на 10 лет в темное, прохладное место, постояло 10 лет, стало оно коллекционным. Ничего подобного. Шампанское выдерживается только в бутылках, только на осадке и только при определенных условиях. Насколько я знаю, по классической технологии на территории бывшего Советского Союза, по-моему, всего три завода. Это как раз Абрао-Дерсо, где есть обе технологии, это завод Новый Свет, и, по-моему, мне говорили, что украинская Артемовская, что-то там. И вроде как больше нету. Метод непрерывного потока был внедрен в производство в СССР в 1954 году. Он снизил стоимость каждой бутылки вина на 20%. И, как считают отечественные шампанисты, повысил качество напитка, он стал более пенистым и игристым, также увеличилась его стойкость к помутнению. Первыми заводами, которые выпустили советское шампанское в непрерывном потоке, были Московский завод шампанских вин и Ленинградский государственный завод шампанских вин. В 1970-х годах на трех десятках заводов выпускали уже 249 миллионов бутылок в год. В золотой балке нет классической технологии, например, там только... Ну да, в балаклаве там резервуарное, шампанское. А уж про все производства, которые там условно в другой части, это просто производство из виноматериалов, откуда неизвестно их, откуда-то закупают, в том числе отсюда, и там уже производят на месте. Ну, Абрау Дерсо тоже закупает виноматериал, но также используют и в местный виноград. Но вообще, если так взять по количеству гектаров, несколько лет назад это было там 600-700, потом 800 гектаров, сейчас там идет увеличение, то есть виноградники расширяются, и именно шампанское, которое производится классическим методом производства, это исключительно шампан, точнее, это исключительно виноматериал, который вот здесь растет. Ну, то есть сами понимаете. А так, конечно, чтобы всю страну накормить, а так как мы еще и отправляем это на экспорт, там в любом случае закупается. Но в этом ничего плохого в принципе нет, потому что качественно он используется. И вообще, в принципе, даже новый свет, если я не ошибаюсь, они тоже закупают виноматериал, потому что у них-то виноградников там нет, а вообще виноград портится буквально-таки там уже через несколько часов после того, как его сорвали, он начинает бродить, поэтому это уже виноматериал. Ну, это не Скоропорт, это же не красная, не черная икра, правильно? Поэтому Бобрао Дюрсо и так и так работает. Я так понимаю, это вторичная переработка. Ну, во-первых, да, это дизайн, а если взять из чего это сделано, это бутылки и, знаешь, как называется вот эти оппалеты? Называется это пюпитр. Пюпитр. Да, если пойти в подвалы, то можно увидеть вот такие треугольные формы с одной стороны и со второй, да, пирамидки. И вот сюда как раз-таки вставляется бутылка. Сначала она, у нас же нужно свести осадок на пробку. Классическим методом производства проходит это следующим образом. Сначала вставляют бутылку ровно под углом 90 градусов и ее постоянно прокручивают в течение трех месяцев. То есть ее взбивают, подкручивают и потом выводят ее как раз-таки на угол 45 градусов. Вот каждый раз она 45 градусов прокручивается, еще и поднимается и получается, что через 30 дней этот осадок у пробки. Потом этот осадок замораживают и пробку поддевают. Она вылетает там чуть-чуть шампанского ну 30 граммов примерно 40 и вместе с этим шампанским вливается еще и осадок. А у нас новый оператор рыженький появился. Он очень привязался к нашему оператору. Котенок такой. Говорят, рыжие только мальчики. Тоже хочет быть оператором. Ну, видимо. Но здесь на самом деле много животных и кошек и собачек и все их любят. Но мы идем дальше, мы хотим дойти до фонтана лавками и прочим и прочим. Кафешками, магазин даже есть. А тут вот мы видим, что что-то завезли. И упаковка палеты. Да, кстати, в фирменном магазине в Абраут Дурсо как-то во-первых дешевле, во-вторых вкуснее. потому что Абраут Дурсо покупал их и там в Москве и в других городах и пока оно дойдет оно уже не такое свежее и не такое вкусное. Поэтому лучше, конечно же, покупать с завода. На самом деле эффект очень хороший, когда ты проходишь дегустацию. Туда, кстати, с детьми не пускают. Пускают на историческую. отдельная экскурсия историческая. Мало того, по крайней мере, вот год назад там была еще какая-то там с интерактивными какими-то картинками внутри. Я, честно говоря, даже не помню, но детям понравилось. Она и сейчас есть. Так вот, если вы проходите эту самую дегустацию, то, конечно, после нее вам прям очень хочется купить и там все для этого сделано. Вы выходите, попадаете в фирменный магазин завода и там выбираете, завыбираетесь. От дешевых, в том числе, кстати, безалкогольных таких с буратинкой нарисованным до, конечно же, всевозможных коллекционных. Ну да, Брау Дурсо, кстати, называют еще и маленькой Францией, потому что она как-то напоминает все вот эти вот строения. А мы, кстати, прошли домик, в котором жил Виктор Дровиней. Это вот то здание, да, 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 да. Выполненное. Да, там он именно жил и там все его дети родились. Ребят, мы тут шли и вдруг увидели вот такие вот плитки. Написано «Аллея выдающихся российских виноградарей и виноделов». Кстати, я точно знаю, что в Москве в сельскохозяйственном институте есть целая кафедра виноградарей и виноделов и даже есть какой-то выведенный там морозоустойчивый виноград, который можно высаживать в Московской области. Вот здесь, конечно же, Виктор Дровини. Слава Богу, про него теперь стали рассказывать и знают хотя бы кто-то. Лев Сергеевич Голицын. Ну, а дальше, я так понимаю, пошли по Фролов-Багриев. это люди, которые наши уже отечественные виноделы. Это те, кто делали Кишковский, Збигнев, возможно, болгарин, болгарские корни имеют. Эдуард Абус, Ведаль. Про каждого этого человека можете... Мержаниан. Артемий. Артюнович. Вот. Артюнович. Артюнович, да. Николай Аполлонович. Мехузла. Ну, я так понимаю, какой-то сейчас тоже винодел, а может быть, и не один здесь, конечно же, работает. Это фонтан, который красиво выглядит, когда... Когда работает. Когда работает. Когда булькает, он так, я знаю, как будто бы вырывающаяся пена из вот этой верхней части бутылки. Я так понимаю, тут даже можно пройти под ним, да? Да, можно пройти, мы можем это и сейчас сделать. А еще это называется вообще Александровская площадь. Вот там у нас концертный зал, а вот это здание завода. Вот здесь раньше делалось шампанское, но сейчас, как я уже рассказывал ранее, здесь начинаются экскурсии, конгресс-холл, выставка современного искусства, там во дворе обезьян, фонтан с обезьянкой. Легенда ходит, что у князя Льва Сергеевича Голицына была своя ручная обезьянка, которая открывала ему бутылки шампанского. Да, кстати, я что-то... Там вообще много фотографий с цитатами великих русских, в том числе писателей, по-моему, там Бунин. Присаживайся. Наверное, это мы будем заканчивать, поскольку можно бесконечно, наверное, говорить о шампанском. Приезжайте в Абраво, приезжайте в Новороссийске и, естественно, покупайте здесь недвижимость. Если у вас есть на то возможность и желание для жизни, для инвестиций. Здесь, как вы понимаете, в частности, вот в Абраво круглогодичный туризм. Конечно же, он не такой популярный, как... как это правильно сказать? Ну, тех, короче, для вздыхов, которые отдыхают, потому что здесь, насколько я знаю, несколько миллионов людей приезжают за весь летний сезон. Это кошмар, какое количество людей, но вот и зимой... Но это самый все-таки большой в мире центр именно винного туризма, то есть, в принципе, в мире таких винных туров нет, как здесь, в Абраво-Дерсо, потому что поток самый большой. Это круто. Слава богу, что у нас в стране есть такие места, которыми мы действительно по праву можем гордиться, и это сделано уже при современной нашей истории. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у нас есть. До встречи, где-то в интернете. Пока. Пока-пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok